Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Сегодня у меня самый первый выход с металлоискателем в этом году. Это тест металлоискателя. Купил я его на прошлой неделе, ни разу еще не ходил. Чтобы вы понимали, у нас здесь повсюду лежит снег. Есть вот такие небольшие участки, которые более-менее подсохли. И вот есть склоны, где-то вот южные склоны на той стороне. Они сухие совсем, там снега нет давно. В общем, попробуем, походим здесь. Походим там, может, что найдем. Погнали! Включаем металлоискатель. Я не знаю особо, как он работает. Посмотрел много видюх в интернете. Ставим на 90. Ну и, собственно, должен работать. Так, а еще нужно отстроить от почвы. Включаем алметалл. И вот это ГГ. И вот так. Во, отстроились. Алметалл выключаем. И будем искать здесь. Дальше нужно еще убрать из диапазона вот эту вот часть шкалы. Вроде как это черный мусор. Вот. И, собственно, можно начинать искать. Погнали! Так, друзья, смотрите. Здесь пусто. Здесь вот был самый... Вот он. Первый сигнал. Первый сигнал этого металлоискателя. Так, вот что показывает по цифрам. Я не знаю, что это обозначает. Ну, предмет где-то вот здесь. Давайте откопаем, посмотрим, что это. Короче, друзья, возникла неожиданная проблема. Я могу копать только на глубину 5-7 сантиметров. Потому что дальше мерзлота. Я бы что-то об этом не подумал. То есть, сигнал есть, а я просто не пробиваю туда лопатой. Короче, нужно бросать этот участок и идти вот на ту сторону холма. Вот. Потому что там снега уже нет давно. Будем надеяться, что там нет мерзлоты. В общем, штука работает. Но природа пока не готова. Так, я не успел отойти далеко. Прямо сразу что-то пикнуло. Сразу что-то пикнуло. Я буквально всковырнул и отбросил в сторонку. И вот в этой кучке, видимо, что-то есть. Сейчас посмотрим, что он нашел. Так. А нашел он вот такую железячку. Ну, прикольно. Ведь ищет же. Правильно? Работает. Тут задача была какая проверить, работает эта штука или не работает. В принципе, работает. Зачем мне эта железка? Не знаю. Положу обратно, закопаю. Так, я спустился вниз. И здесь такой участок. Видимо, с горы течет. И сюда намывает. Вот. И здесь миллион сигналов. Не знаю, проверять их все или нет, но знаете что? Вот смотрите. Так, ну это просто вещь, что на поверхности лежит. Вот она она. Это каблук с гвоздями. Вот. А еще, смотрите, что он тут нашел. Вот такая железяка. Я вылез оттуда. Там оно совсем мусорно вообще. Просто одни писки, ржавые банки и все такое гвозди. Вот. Похожу здесь по склону. Ну, вряд ли здесь что-то можно найти. Хотя у меня цель на сегодня не то, что прямо найти. Я сегодня хочу найти что-нибудь из цветного металла. Ну и понять, как вообще на звук отличать цветной от черного. Черный уже нашел. Все, уже могу. Умею. Вот. Здесь такая тропиночка маленькая. Видно, наверное. В основном она используется лисами. Вот. Пойду вдоль тропинки. Если что-то кто-то терял, то, наверное, вдоль тропинки. Погадайте. Смотрите. Это знаете что? Это вот этот гвоздь деревяшки. Ну, нормально. Так. Гвоздь у нас, запоминаем. 26, 27, 28. И это дело можно отключить. Так. Нет. Да. Вот. И теперь он будет вот так крякать на гвоздь. И, соответственно, на кряканье мы внимания не обращаем. Кряканье это гвозди. Я думаю, так надо работать. Смотрим. 14, 83, 9, 64. Ну, то есть по цифрам я не знаю, как ориентироваться. Но сейчас вот. Давайте откопаю и покажу, что там такое. Так, как вообще ведется поиск. Ты берешь, откидываешь. Откидываешь кусочек земли. И потом смотришь. Откинул ты находку. Вот видите, здесь нет ничего. А здесь есть. Иначе по-прежнему лежит здесь. Сейчас еще немножко откидываем. И смотрим. Выкинули или нет. Что-то большое. Мне кажется, это что-то большое и железное. Интересненько. Смотрим. В яме ничего не осталось. О! Вот в этом комке она. Я, правда, не знаю, что это. Вот она. Вот такая вот вещица. Что это может быть? Ну, не знаю. Какая-то подкладуха. Наверное. Вот. Находит железячину. Есть функция питпоинтера. Ну, и нажимаем. И... Ну, где-то вот здесь, короче. Копаем. Так, друзья. В этой штуке. Вот. Раскопал. Откинул. А, ну, вот она она. Да? Монетка? Нет, не монетка. Пробка от шампанского. Прибухивал кто-то на этом бугорку. Вот чего. Идем дальше. Так, у меня очередная ямка. Смотрите. В ямке пусто. Здесь пусто. Вот в этом комочке. Что-то 55-60. Так. Будем смотреть. Вот этот момент самый интересный, мне кажется, нет вообще во всем этом деле. Это когда ты прям нашел, где она точно лежит, а потом обломался, потому что это просто фольга. Может, золотая фольга, нет? Может быть. Сейчас посмотрим. А, это обертка от конфетки, друзья. Все. Обертка от конфетки тоже ищет. Но они мне не нужны. Так, друзья, спешу поделиться радостью. Я еще кое-что нашел. Вот что. Что вы это скажете вы? Это железяка. Ну вот. Она как раз пищит в той зоне, которую я отключил. То есть вот на такие сигналы я больше не реагирую. Еще один сигнальчик. Давайте посмотрим. 69, 79, вот где-то в этом диапазоне. Я не знаю, что это, но это, кстати, лопата. Оверрот. Давайте копать. Так. Здесь пусто. Здесь. Нет, это на лопату. И. Вот в этой кучке что-то лежит. То, что пищит. 68, 72. Давайте смотреть. Так. Нет. Где он вообще? Может, просто сверху будет? Ну вот где-то там. Где-то в этой куче. Так. Пока отложим. Проверим эту. В этой нет. Так. Где-то я понял, что где-то здесь. Вот она. Вот она, эта штука. Вот что это такое. Она? Да, это она. Это что-то медное. Судя по желтому цвету. Или нет? Нет. Это алюминиевая пробка от водки советской. Вот что это такое. Ха-ха-ха. А желтая она, потому что в глине. Ну, короче, алюминий тоже ищет. Отлично. Так. Сигнал. Вот такой. Это явно какой-то термет. Ну, мне просто интересно, на самом деле. Я хочу откопать. Вдруг что. Я вырыл огромную яму. Ну, как огромную. Вот такую. Вот. Оказалось, что... Вот что я нашел. Да, это был... Железяка. И больше я на такие сигналы не реагировал, простите. Хотя я каждый раз так говорю, и каждый раз... Га-а, надо выкопать. Ха-ха-ха. Так, на этот раз у нас вот такой сигнал. 61-66. Я уже опытный человек. Возможно, это обертка от конфетки. Потому что у нас так уже сегодня было. Делаем ставки, друзья. Обертка. Или золотой дублон. Ха-ха-ха. Смотрите, откинул кусок. Вроде бы в нем. Но. В яме тоже что-то осталось. Так, сначала давайте проверим, что в кучке. Так, удалось локализовать находку в этой кучке. Земля мерзлая, поэтому как пирог пополам. В этой нет. В этой, да. Где эта штука? Где эта штука? А, я, кажется, нашел. А, я нашел. Ха-ха-ха. Туборк. Да. Да. Но, видите, друзья. Китайский металлоискатель за 10 тысяч рублей работает. Так, а здесь у нас что? Здесь тоже что-то осталось. Искать, не искать, не знаю. Имеет смысл. Вот такой вот сигнал. Ну, это явно что-то черное. Просто мне интересно, это потому что это что-то большое. Давайте откопаем. Может, какой кол железный. Друзья, вы не поверите, но это кол железный. Серьезно. Вот такой. Да, вот он. Вот такая штука. Видно? Какую-нибудь козу здесь привязывали когда-нибудь этим колышком. Но все равно. Приятная находка. Мне нравится. Так, ну, самое прикольное, что кол я убрал. А там еще что-то. Видите? Цепь. Делаем ставки. Цепь от козы. А потом так и до козы доберемся потихоньку. Так, в яме уже ничего нет. Ищем. Вот здесь что-то лежит. Сейчас остальные проверю. Остальные выбросы. Ну, явно здесь. Давай смотреть. Ого, я что-то взял в руку. И сразу посмотрим, что я взял. Пробку. Пробку. Отводки. Советку. Вот такую. Не, ну, находит. Находит что-то. То есть, вот видите, кол лежал в одном месте. И пробка. Можно даже почистить. Посмотреть, какой завод. У меня еще один сигнал. 19, 12. Ну, это что-то какая-то железяка. Просто она, знаете, какая-то достаточно большая. Ну, я вообще планировал, конечно, искать им клады. Но, видит бог, придется искать металлолом, похоже, дело. Потому что светололом мне пока везет. А вот с кладами пока не очень. Ладно, мы на самом деле рады любым находкам. А тут даже и копать не пришлось. Смотрите, ковырнул ногой. Там пробка. А звена. И на ней, видите, такая алюминиевая ободок. Вот он. Вот он, милый. Так. Ну, нет. Это не может быть последним сигналом. Давайте еще один. Знаете, начинается... Так все, последний ухожу. Вот он. 78-74. Сит-поинтер. Вот здесь. Здесь он лежит. Давайте копнем. В ямке у нас. Относительно пусто. Вот здесь. Идея, вот в этом комке должен быть. Давай, смотрите. Да, вот комочек. И в нем что-то лежит. Не здесь. Вот здесь. Ну, кто первый найдет? Давайте смотреть. Сейчас остальные проверю. Нет, ничего нету. Точно здесь. И где? Где эта пробка? Пробка, не пробка. Вот она. Видите? Вот она. Из-под пива. Старенькая. Но неплохо. Мне нравится. Слушайте. Давайте я, наверное, буду заканчивать на этом. Это был тест. Металлоискателя. ТХ-850 китайского. В целом, я доволен. Потому что то место, где я сегодня искал, это просто какой-то ближайший овраг к моему дому. То есть, вряд ли здесь какие-то исторические ценности имеются или что-то в этом роде. Но я как бы и не хотел искать исторические ценности. Я не черный археолог. Просто это интересно. Я хочу ходить по пляжам. А на пляжах сейчас все еще лежит снег. Короче, друзья. Если понравилось, ставьте лайк. Я в ближайшее время пойду куплю себе нормальную лопату. Какой-нибудь Fiskars. И, наверное, нужно будет докупить еще и наушники. Потому что пищит он очень громко, безбожно и привлекает всеобщее ненужное внимание. Это был Миклуха Макфлай, друзья. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.